В большинстве случаев уверенная и неуверенная подача себя становится решающими в том, как будет относиться к вам другой человек. Есть поговорка, что мы встречаем другого по одежке, но на самом деле, кроме одежки здесь, здесь есть еще один значимый фактор, а именно то, как ты себя подаешь. Твоя подача складывается, как правило, из того, как ты выглядишь, каким образом ты говоришь, какие слова используешь, и из твоей общей позы, жестов и так далее. Поэтому смею тебя заверить, что и в твоем окружении люди, которые производят впечатление уверенных, на самом деле могут лишь транслировать внешние признаки уверенности, но внутри себя быть таким же неуверенным. Сегодня мы поговорим о том, какие именно ошибки в твоей речи выдают тебе человека неуверенного и отталкивают от тебя девушку, потому что ты сам транслируешь свою низкую ценность и низкую значимость. Самая первая и самое, пожалуй, очевидное – это тихая речь, когда один человек подходит к тебе и начинает мямлить, очень тихо говорить. Эта ошибка может вытекать на самом деле как вариант из твоего страха привлечь к себе внимание. Но когда мы говорим о знакомстве, а тем более соблазнении понравившейся тебе девушке, то привлечение внимания – это одна из самых важных вещей. И потому здесь важно сразу продемонстрировать, что ты не боишься заявлять о себе, а это делается через громкий голос. Второе – это слова, которые спрашивают разрешение. Например, если ты пришел с девушкой в кафе и говоришь официанту «Можно, пожалуйста, счет?» «Можете, пожалуйста, принести?» «Можно, пожалуйста, я запишу твой номер телефона?» «Говоришь ты девушке?» «Разреши тебя обнять?» Таким образом ты автоматически ставишь в себя более низкую позицию. И здесь важно всегда понимать, что другой человек, когда ты совершаешь некое действие в отношении него, он всегда может тебя прервать, остановить или сказать «не делай, пожалуйста, так». И боясь нарваться на отвержение или конфликт, или пытаясь быть славным, удобным, хорошим парнем, который подумал обо всех, кроме себя, на свете, ты спрашиваешь разрешение. На самом деле это не создает впечатление о тебе как о человеке. Вежливом и так далее. Это скорее создает впечатление о тебе как о человеке услужливом, и что на тебе можно ездить, пользоваться и твое мнение не учитывать. И третий момент — это нечеткие, неясные какие-то расплывчатые мысли, когда ты выражаешь. Облечь свои мысли в какую-то удобовоимую оболочку. Мне почему-то это представляется образно, что человек как такая крыска или змея пытается проползти, как-то там заползти с влащавыми речами. Четко говорит о том, чего именно он хочет. «Привет, ты мне нравишься, пойдем пить кофе». Все, без каких-то там околичностей. «Мне жарко, закройте, пожалуйста, окно». То есть четкие высказывания, четкая формулировка своих мыслей, желаний, того, чего ты хочешь, она транслирует другим людям, что ты тот человек, который не боится заявлять о своих желаниях, потребностях. Поэтому не стремись к тому, чтобы быть вежливым человеком в ущерб себе, потому что очень часто вежливостью мы оправдываем просто свою неспособность заявлять о самом себе, привлекать к себе внимание, говорить о своих желаниях, потребностях и быть неудобным человеком. Мы облекаем это все в красивое слово «вежливость». Поэтому сейчас посмотри внутрь себя, обнаружь то, что свойственно тебе, и по ссылке в шапке профиля ты можешь найти стратегию неудобного мужчины в моих мастер-классах. Мужчина, который не боится заявить о своих потребностях при знакомстве, при свиданиях, на всех этапах соблазнения. Переходи по ссылке в шапке профиля и смотри.